Бэтиад приглашает Элитию посмотреть на новых гладиаторов, которых он будет покупать. На рынке он пришел их купить, и там Салоний тоже тусуется, блин, и они оба подкалывают друг друга. Ну и происходит аукцион на гладиатора Сигавакса, который является Галлом. Бэтиад же за 100 динариев покупает всех гладиаторов. Эномай говорит, что это было лишнее, они того не стоят. Но Бэтиад отвечает, что он это сделал ради того, чтобы утереть нос Салонию. Крикс во время трахания прикинулся слабым, чтобы госпожа потеряла к нему интерес. Он об этом говорит Невии. Прибыли новые гладиаторы. Элития смотрит на них с балкона и кайфует. Лукреция предлагает ей завести своего собственного гладиатора. И она выбирает Сигавакса Галла, у кого самый большой хуй. Элития в разговоре с Лукрецией упоминает некую Лицинию, кузину Марка Краса. А также Элития говорит, что хочет познакомить Лукрецию с Лицинией и с другими своими подружками. Крикс выебывается на новобранцев. Но Спартак ему говорит, чтобы он перестал это делать. Новобранцы тренируются во дворе Лудуса. Крикс просит Ботиата, чтобы он ему позволил тренироваться тоже. Ашур предлагает Ботиату продать Крикса. Тот же, в свою очередь, соглашается и говорит Ашура, чтобы он обсудил с Вибием, это другой лониста, цену за Крикса. Лукреции, конечно же, это не нравится, она же трахается с Криксом. Но Ботиат еще не решил окончательно продавать Крикса или нет, и Лукреция немного успокаивается. Спартак и Сигавакс тренируются в парах. В это же самое время Невиа говорит Криксу, что она подслушала, чтобы Тиат хочет его продать. Она говорит, что он должен доказать, что его время еще не прошло. Крикс на эмоциях подходит к Спартаку, который стоит в паре с Галлом Сигаваксом и говорит, что хочет сразиться со Спартаком. И что Сигавакс лох, несмотря на то, что он такой же Галл, как и Крикс. Спартак прописывает пиздюлей Криксу. Солони хочет подкупить Ашура, чтобы тот его информировал о том, что планирует сделать Ботиат. Крикс говорит, что помог Спартаку победить Феокло, и без него он бы не смог его просто победить, и что Спартак не прав, что он слишком много из себя возомнил. Но Спартак говорит, чтобы Крикс не выебывался. Приперлись подружки Элитии. Они хотят видеть нового чемпиона, Спартака. Сигавакс в разговоре со Спартаком благодарит его за тренировку. Спартака трогают и обсуждают подружки Элитии. Но Спартак ее критикует, а также критикует ее мужа. И подружки Элитии согласны со Спартаком. Элития позвала к себе Сигавакса и уговаривает его замочить Спартака взамен на свободу. Неви говорит Криксу, чтобы он убедил госпожу в сексе, что его нельзя продавать вибию. Крикс на этот раз трахает Лукрецию жестче и наглее. Сигавакс в бане нападает на Спартака, но Крикс вмешивается и выручает его. Спартак спрашивает, зачем он это сделал. Крикс говорит, что он спасал не Спартака, а брата, который носит то же самое клеймо, что и он. Баттиад очень недоволен тем, что случилось, но в то же самое время решает не продавать Крикса, поскольку он спас Спартака. Элития прикидывается, что нихрена не знает насчет того, кто мог подговорить Сигавакса замочить Спартака. А также Сигавакс не выдает Элитию, и Элития выходит чистой из этой ситуации. Но самому Сигаваксу настает пиздец.